Более 24 тысяч человек, проживающих на территории Брещины, в той или иной степени имеют проблемы с алкоголем. Каждый 30-й житель региона состоит на профилактическом либо диспансерном наркологическом учете. Врачи отмечают, употребляющих спиртные напитки среди взрослого населения стало меньше. Остается в центре, внимание, ситуация с подростками. Наблюдается небольшой рост числа состоящих. Вообще в целом состоит 1800 человек. Из них за этот год впервые вообще выявленных около 700 человек. Но тенденция роста скорее связана не с наркологической составляющей, а с активизацией работы правоохранительных органов. В целом ситуация абсолютно не критичная. С подростками ведется отдельная работа. Я бы сказал даже массовая работа на всех уровнях с учетом всех заинтересованных компетентных лиц. Большое внимание профилактической работе. Одним из направлений данной деятельности является раннее выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем и проведение мероприятий по недопущению формирования зависимости. Это системная работа многих служб и ведомств, комиссии по делам несовершеннолетних, управлений по образованию и здравоохранению, прокуратуры, УВД. К слову, в милиции отмечают многие преступления и правонарушения связаны с употреблением алкоголя. Бытовые конфликты проходят на бытовой почве. В подавляющем большинстве 33% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составляют кражи. 5% истязания. Основное учреждение, где в Бресте помогают справиться с алкогольной зависимостью, областной наркологический диспансер. Помощь могут оказывать бесплатно, платно, анонимно. Здесь нет решеток на окнах, а двери не запирают на замок. Врачи поясняют, насильно пациентов здесь не держат. Помогают только добровольцам. Да и в принципе, вылечить больного алкоголизмом – это вопрос лишь его воли и желания. Задача наркодиспансера – не ставить людей на учет, а оказывать им медицинскую помощь и поддержку. Поэтому, если человек нуждается и готов обратиться за помощью только на условиях анонимности, с удовольствием окажем ему именно такую помощь. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Олег Короткевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.